левая сторона уже закончена все в порядке тут набрал тоже металл усилитель этот я прикручу но после того как обработаю здесь вот тоже все удалил нижнюю полочку ну и наверное часть вот этой боковушки потому что здесь она гнила лонжерона ну а сейчас я подставлю там крату беру болт и вырежу все здесь потому что уже гадать не нужно уже как бы ну пройденный этап поэтому понятная конструкция и я думаю что сделаю быстрее решил как говорится замочить сразу двух зайцев вырубил с этой стороны стой ну все равно полочку вот эту делать нижнюю лонжерона поэтому я сразу сделаю деталь с поворотными кромками на той стороне и мне будет удобно варить уже там к чему вязать то там все эти стенки вот ну и соответственно здесь я потом дострою на всякий случай вот маячок оставил ну совмещение отверстия ну хотя я выставил тут домкрат самое главное у случайно не тронуть чтоб он не спился вот потом уже я ну когда уже здесь все выстроится отверстие попадет там уже я вот этот край отрежу ну а сейчас я сделаю одновременно и на ту сторону и на эту нижнюю полку лонжерона решил по-другому немного сделать усилите там внизу где нижняя полочка лонжерона два элемента друг в друга вот так они вставляются все подогнал просверю сейчас через дырки вот через отверстия сварю и все и он будет прекрасно держать ну и вовнутрь заходит эти уже привалочные кромки уже будут боковые стенки к ним привариваться так 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 полочку поставил как говорится на место приварил поставил уже домкрат точнее под домкратник и уже сделал вот эту вот первую стеночку вот так она будет значит этот край будет сошняком вариться под домкратнику чтобы усиление было что я уже думал там сделать допустим также и через там три точки приварить но слабовато будет надо хорошо проварить потому что сверху еще будет такая же одеваться пластина но уже к ней будет через точки снутри я с той стороны при проварю к этому усилителю внутреннюю стенку ну чтобы не сверлить ее вот но уже с той стороны понятно придется когда также буду делать там придется уже как бы насверлить и приварить к усилителю поэтому пока сейчас я приварю вот эту вот ну а здесь я уже соединил косыночкой все будет там по уму первая как говорится стеночка готова и сейчас я лицевую сделаю вот так вот ну через отверстие проварю и вот здесь вот кромки оставил подлиннее я тоже загнул и здесь проварю потому что этот металл миллиметровый чуть тоньше чем лонжерон наверное лонжероне где-то полторушка вот ну я думаю так будет куда надежнее ну если б я знал я бы на той стороне так сделал но когда первый раз делаешь всегда последующие я же говорю всегда получается более качественнее если так выразиться ну вот внутренняя сторона и готова все даже очень симпатично вышло ну надеюсь завтра я сделаю наружную часть сторона наружная лонжерона и как я говорил внутри отсюда я все заварил там стеночку значит теперь сейчас повешу готова уже вот это вот сейчас я там внутри естественно обработаю вот готова готов точнее элемент этот вот так одевается точнее одеваться вот так ну а здесь через отверстие будет приварена уже так вот будет приварена здесь под домкратник здесь нижняя полка лонжерона по-другому тут естественно никак потому что потому что потому когда поют песни потому что все уже других сторон закрыта косынка на месте все приварено уже обработал потому что сейчас буду ставить вот это вот второе да надо значит вот сварку всю по точкам надо сбить чуть-чуть болгаркой для того чтобы вот это вот это косыночка плотно прилегала вот и можно было ее без проблем приварить сейчас я опять же так же прикручу ее притяну сейчас выровняю и ее приварю тоже так ну что все лонжерон готов можно ставить болты прикручивать на наоборот только перевернуть гайкой во внутрь ну и все и теперь буду набирать морду усилитель там где под радиатором сейчас заварю вот это вот балку которая внизу тут отрезал под под радиатором железку я уже сделал все там обработал но и надо быстренько сейчас быстренько так она будет стоять быстренько приварить почему быстренько потому что валяться тут на полу у дверей на улице минус 18 где-то не совсем приятно вот так сейчас я зафиксирую этими щипцами так а и от вот 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 ну вот здесь все понизу готово поэтому все в порядке близится финишная прямая я надеюсь конечно осталось тут три железки приварить ну еще может быть пару мелких косы это сделал сейчас она вот так вот приварится есть такое дело сейчас от пилю вот эту вот и поставлю уже вот эту вот так конструктор потихонечку я и наберу сейчас осталась финальная железка вот сюда вот и можно сказать что сварка закончится пришлось еще здесь угол набирать вот тут крылышка немножко поржавела ну и вот здесь тоже все пришлось заново тут и с той стороны с этой удалять в общем поэтому сейчас обрабатываем все внутри вот так вот за дело и и заварю вот так вот и все Ну вот и железка эта тоже приварена, все нормально. Потом, когда бампер буду одевать, я уже ее также тут все замажу, обработаю и будет она стоять. Кстати, насчет обработки. Один человек спрашивал, как там Нива поживает. Нива замечательно поживает с обработкой. Сейчас я покажу то же самое. Я делал 14 лет назад. Здесь я мазал под пластиком. Вроде в гараже тепло, все равно тяжело пластик. Но если я Ниву там буду дербанить на морозе тот же пластик, я его весь поломаю нафиг. Поэтому вы как-нибудь немножко помыслите. Да что ты. Давай. Вот. Немножко вообще просто нигде ничего. Он понятно потерял. Не то, что потерял, немножко жирность у него ушла. Но здесь еще... А нет, здесь нету. Здесь нету. Поэтому вообще нигде абсолютно ничего. Ну просто мусором припало. Вот. Поэтому подноска просто она живая, сохраненная. Варить тут вообще ничего не надо. Под этом я ничего не делал. Вот немножко проржавело. Потому что здесь я этого же уколупал недавно, пару дней назад. Вот. Но дыр нет. Отколупал этот битум. Который вот заводской. Поэтому тут как немножко... У меня просто рук не хватает. Я его поднял. Вот здесь под этим все тоже обработано. Под вот этим вот. В общем вот точно так же. Поэтому это родная подножка. Вот видно с ее пистонами. Вот. Ну... Мило у меня ездить каждый день почти. Тем более с такими снегами. Эта машина незаметная. Вот так вот. Такс. Ну что дальше? А дальше будет лакокрасочное... Лакокрасочные дела. Вот. Ну вот эти вот. Где я показывал еще. Как бы в первой серии. Но надо подождать тепла. Потому что у нас обещают опять до 30 мороза. Вот. Ну и... Ну и надо это как бы переждать немного. Чтобы хотя бы потеплело. Там. Ну минус 5. Нормально. Тогда я могу здесь нагреть в гараже. Температуру там на 25. А внизу-то все равно будет прохладно. Там. Хотя бы градусов 15. Чтобы было внизу. Вот. Сейчас внизу у меня ну тут чуть выше нуля. Потому что вот снег, когда захожу, тает в принципе. Вот. Но все равно. К печи там метр. Здесь-то уже дальше. Вот. Поэтому... Поэтому подождем пока. Вот. Недельку подожду. Там вроде как обещают уже потепление. Там градусов 5-6 будет мороза. Это нормально. Ну ладно тогда. До следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok